Здравствуйте! Меня зовут Алексей Матюшкин. В эфире Патриот, программа о тех, кто слово Родина пишет с большой буквы. В январе Новгород отметил 76-ю годовщину освобождения от немецких захватчиков. Несколько дней проходили торжественные мероприятия, посвященные этой дате. Митинги у памятников, возложения у мемориалов, собрания общественности, концерты, встречи – все это было. Не состоялся только традиционный лыжный переход через Ильмень. Из-за теплой погоды двухдневную ледовую экспедицию, посвященную освобождению любимого города, провести не удалось. Говорят, в январе 1944-го, когда началась новгородско-лужская наступательная операция, тоже была утепель с туманами и снежной кашей под ногами. На подходах к Новгороду немцы построили две оборонительные линии. В самом городе было еще три рубежа. В первый день наступления, 14 января, успеха добилась группа войск, наступавшая со стороны озера Ильмень. Север, те самые оборонительные рубежи противника, удалось преодолеть через четыре дня. Немцы лишились дорог на Чудово и Шимск. 19 января они получили приказ отступать в сторону Батецкого. Так что 20 января наши войска вошли в уже опустевший Новгород. Вот он стоит перед нами, освобожденный от врага Великой Новгород. Капитальные фортификационные сооружения на подходах к городу немцы построили в июле 43-го года. Спустя 75 лет истории железобетонных кубов, раскиданных по двум берегам Волхова, заинтересовались восьмиклассники деревенитской школы. Вообще ДОТ переводится как долговременно оборонительная или огневая точка. А ДЗОТ? А ДЗОТ это дерево землина, оборонительная или огневая точка. Они различаются тем, что ДОТ это в большинстве каменная, бетонная, железобетонная конструкция. И на нее средств уходило больше для постройки ее. А ДЗОТ, ну это дерево земляное, то есть оно строилось из подручных материалов. И если ДЗОТ применялся для атакующих операций, то ДОТ больше использовался для обороны. Потому что он больше защищен был и для обороны больше. Точное количество построенных немецких ДОТов юные краеведы не установили. Зато нашли сооружение на Щусево, Санкт-Петербургской, Синой, Великой и в районе Деревениц. Конструкции имеют сходство и различия. Стены толщиной до метра, входы и амбразуры скроены по месту. Там противотанковое оружие часто ставилось. Ну то есть там ставилась вот амбразура, ставится маска от танка с противорикошетными уздубями, чтобы там снаряды отлетали. И в большинстве случаев ставилось противотанковое оружие. Во время наступательной операции в январе 44-го года наши танки на ДОТы не шли. Поэтому некоторые сооружения дожили до наших дней. В послевоенное время в них жили люди. Потом в железобетонных кубах хранили овощи. ДОТ на Ленинградской какое-то время был постаментом для Т-34. ДОТ на Худенской – фундаментом деревянного дома. На некоторых конструкциях хорошо читаются надписи зодчих. Команда 300 и дата. Июль срок 3-го. Был конкурс в городе, изучая будущее, по-моему, или о будущем, да, и должны мне представить свои проекты. Вот один из проектов был наш. Мальчики делали, к сожалению, не сохранился этот ДОТ. То есть называется музей под открытым небом. В самом ДОТе оборудовать, ну, как бы, небольшой музей. Вот именно частичка войны. Потому что без прошлого нет будущего, мы так считаем. Поэтому вот была такая идея. Восьмиклассники деревенецкой школы предлагают городу воинской славы подлинный памятник войны освободить от мусора и сделать его достойным музейным объектом. Мы привыкли слышать вообще рассказы о войне от там учителей, от родителей, от друзей, ну, в хронике какой-нибудь. А тут, ну, появилась возможность посмотреть, ну, вживую на них. Как прикоснуться к человеку. Прикоснуться, да, сказать к следам. В честь юбилея Победы ветераны войны и труженики тыла получат увеличенные единовременные выплаты от государства. Об этом Владимир Путин сообщил во время визита в Петербург 18 января. В списке среди получателей обязательно будет имя Новгородки Антонины Александровны Кулеевой. В год памяти и славы наша героиня отметит свой 103-й день рождения. В старом сундуке Антонина Александровна все ее сокровища. Гардероб, документы и награды за труд. Трудилась бабушка Тоня с 34-го года, 17-ти лет. Я на вокзале багажом-кассиром работала, и диктором работала, и справочном бюро работала. И вот и нас были полувоенными считали. В 19 Антонина Александровна вышла по любви замуж, появились дети. А до военной жизни теперь в ее памяти только хорошая. В то время в Казахстане, где она жила, замков на дверях не было, продукты были дешевые, соседи дружные. Когда война началась, то из Сибири шли вагоны с набавранцами. Столько много ребят, и вот и целыми днями идут, идут эшелоны полные. А когда остановится эшелон, они попрыгают с вагона и зарядкой занимаются. И это на руках, а ноги кверху. Да чего, красивые ребята, молодые. Прям даже жалко их, что на фронт ехали. С фронта обратно в Сибирь возвращались составы с Аниными и искалеченными войной солдатами. Она это тоже запомнила на всю жизнь. Один вагон был, там люльки висели, люльки. И раненые были без ног, без рук. Военные, это в Сибирь их везли. Потом к нам присылали этих эвакуированных жителей. И размещали всех по домам. У нас было трое, нам помесили. Помимо основной работы, железнодорожники трудились на гравийных карьерах, помогали в уборке колхозных урожаев. Они обязаны были сдавать на фронт шерстяные носки и сливочное масло. Если нет коровы, купи и принеси. Хлеб нам давали 400 грамм, а деткам 250. Много с голода умирало людей. Бабушке то не повезло. Ребятишек она сохранила и пыхарунку не получала. Но в 44-м осталась с тремя детьми на руках одна, без мужа. Теперь это не важно. Обиды надо отпускать. И не переживать по пустякам. Спасибо вам всем. Дай Бог доброго здоровья. Долгих лет жизни не болеет, не стареет. Только молодец. Ешьте больше, чем на сливы будете. Всегда счастливы. В рамках юбилейной программы мероприятий Новгородское отделение боевого братства проводит ряд встреч с молодежью области. В январе ветераны заглянули в Малую Вишеру. Здесь они встретились с учениками трех городских школ и студентами местного техникума. Вас приветствует норвейский отряд школы номер один имени Василия Галактёновича Левченко. Расул Гамзат. Откуда ты? Молодой! Я отсюда! Сначала слово взяла молодежь первой школы. Ребята показали фагмент музыкально-поэтической композиции и задали нужную тональность встречи. Затем к микрофону вышел почетный гость, командир поисковой группы «Память» Игорь Никитин. Это была война двух, даже трех, можно сказать, идеологий. Это наша коммунистическая, большевистская идеология и фашизм, и нацизм. Две самые страшные людоедские идеологии. И наши деды, прадеды победили в этой войне. Как они победили, честно скажу, постоянно работая с архивными документами, я поражаюсь. Я поражаюсь, какой силой, стойкостью и мужества были эти люди. Об этих людях, о том, что такое подвиг и что такое война, дальше ребятам будет рассказывать ветеран боевого братства Алексей Иванов. За плечами Алексея Васильевича не одна война, но о личном опыте он расскажет совсем немного. В конце встречи. Давайте тогда теперь пообщаемся, как немножечко мышцы расслабки. Я двойки не ставлю, но вопросы задаю. Давайте поговорим. Кто знает что-нибудь об Афганистане? А зачем там была наша армия? Афганистан, это ж не Россия, нет? Они поддержали правительство, дружное Советскому Союзу, в то время, когда там началась гражданская война. А еще, может быть, какие-то причины знаешь? Ну, это одна из причин, да. Ну, еще это был их интернациональный долг. Согласен. Малавишевские ребятишки приятно порадуют ветерана тем, что они интересуются историей. Знают о войне в Афганистане, помнят имена героев Великой Отечественной и слышали о подвиге шестой роты. О своей службе на войне ветеран Иванов расскажет, как о рутинной работе. И совсем немного. Были случаи, когда нарывались на вандитов, которые прятались. Были погибшие среди нас, среди них. Были случаи, когда наши ребята просто подрывались. Самые простые ловушки, это когда закрытая дверь. То есть, когда ее закрывают, так руку просовывают и ставят стакан. А в стакане граната с выдернутой. Ты распахиваешь дверь, стакан падает, граната из него выкатывается, рычаг отщелкивается, и у тебя буквально две секунды куда-то спрятаться. Если ты этого не сделал, все, ты друг. За ответенные два часа общения участники встречи обсудили десятки тем. Что запомнилось шестое рота. То, что людей бросили, продали людей, они пришла бы помощь, успели бы подняться на эту высоту. Но видите, что не было, да. Почему-то не было по помощи, да? Почему? Мы хотели овец Васильевича спросить. Какие-то простые вопросы. Испытывал ли он страх? Конечно, испытывал. Война. Какие вопросы могут быть? Я не знаю, мне говорят, что это всегда вопрос, какого-то убивать, даже на войне, в этих обстоятельствах. Знаете, добро должно быть с кулаками. Я отвечу вам так. В 15 лет человек легко дает ответы на очень сложные нравственные вопросы. Для него война – понятие романтическое. Наверное, поэтому, глядя в открытые детские глаза, Алексей Васильевич в конце каждой встречи желает ребятам только мира. Было настолько интересно, что хотелось узнать больше информации. Если в феврале таки случится, обещанное синоптиками похолодания с ледоставом, мы расскажем вам о лыжной экспедиции через Ильмень. А этот выпуск подошел к концу. Меня зовут Алексей Матюшкин. Встретимся в феврале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова